Общественности Алматы показали, как освоены городские деньги на улице Панфилова. Сама сумма ассигнований осталась загадкой. У нас город для горожан, заявил Тимур Базарбаев, пресс-секретарь Акима Южной столицы. Односторонние улицы Шевченко и Курмангазы — это забота об автомобилистах, так меньше аварий. Пешеходная зона на Панфилова — это жест в адрес передвигающихся на своих двоих. Янг Гейл — это северный стратег под южным алматинским солнцем. По информации из осведомленных источников, он сильно переделал проект архитектора Романа Шнайдермана, чье предложение победило в конкурсе Акимата по принципу наименьшей цены. Фонари экспаты, то есть не характерные для местной архитектуры, памятник алматинской мостовой 30-х годов прошлого века из аутентичных материалов, скамейки с правильной эргономикой, учитывающие местные поведенческие особенности. Одни вообще без спинок, другие с высокими спинками, чтобы на них нельзя было забраться и испачкать сиденья обувью. Третьи с узким металлическим профилем на спинке, делающим их некомфортными для хулиганского сидения. Сухие фонтаны — тоже часть развития общественного пространства в пользу пешеходов и велосипедистов. Везде дефицит деревьев и всего того, что защищает от жары и солнца. Правда, Акимат обещает в перспективе посадить тысячу деревьев, включая липы и рябины. По словам архитектора Шнайдермана, общественные туалеты проектом предусмотрены и когда-нибудь будут. Очень важно сохранять индивидуальность. Понимаете, всем приезжим очень нравится, ну и местным жителям самим нравится город, потому что он такой, вот какой он есть. И это важно сохранить. У нас есть такая вещь, как горы. И есть очень такая хорошая вещь, которую придумали архитекторы уже давно, когда запланировали этот город. И это дешевая, простая, хорошая система, которой почти нет нигде в мире. Наши рыки. И всем архитекторам, которые сюда приезжают, и сейчас сюда очень много приезжает западных архитекторов, они все просто в восторге от этих рыков. Зачем их закрывать? Вот наша просьба к Акимату, что на самом деле, во-первых, нужно делать исследования, советоваться с местным сообществом, желательно профессиональным сообществом. Вот. И одна из вот просьб это сохранять рыки в том виде, в котором они были, с отверстиями технологическими, которые питают деревья. Это не просто вода, которая течет, она одновременно является поливом, одновременно является охладителем улиц. Это дешевая, правильная, экологическая и по всем параметрам очень хорошая система. И если ее восстановить, в принципе, больше не надо ничего мудрить. Андрей Надолинский, Водисав Юрицын, Зона Кейзет.